На протяжении трёх суток жители рудника вынуждены жить в экстремальных условиях. Обезвожен весь микрорайон. Жителям приходится по нескольку раз в день воду либо покупать, либо ездить за ней в другие районы города. Чтобы привезти хотя бы несколько литров питьевой, приходится исполнять настоящие трюки за рулём. Попасть на рудник имени третьего интернационала – задача не из лёгких. Все основные магистрали микрорайона покрыты толстой ледяной коркой. Авария в буквальном смысле заставляет водителей нарушать правила. Машины то и дело выскакивают на встречную. Даже шипованная резина не в состоянии справиться с такой дорогой. Проблем с водой не испытывают только детские сады и школы микрорайона. По ледяной трассе к ним пробираются водовозы. Нам централизованно из водоканала привозят каждый день воду два раза в день. Мы набираем, и у нас воды достаточно. Питание у нас организовано, дети питаются горячей пищей. Мы не жалуемся. Не жалуются работники школьной столовой и на свалившиеся физические нагрузки. 200-литровый бак женщины наполняют вручную с помощью ведер и кастрюль. На школьниках ЧП никак не сказалось. Учеба учебой, обед по расписанию. Те же, кто из школьного возраста вышел, все лишения на себе почувствовали в полной мере. Вовремя не приготовишь завтрак, вовремя другие работы домашние не сделаешь. Хотелось бы, чтобы как-то наш забытый богом рудник все-таки что-то обращали внимание. И городская администрация, и управляющая компания какие-то проблемы решала, и председатель ТОС. Вот и все, что можно сказать. Неудобно. О бедах жители рудника в городе знают и прикладывают все усилия, чтобы холодная вода в дома пришла. Но старания коммунальщиков зачастую идут на смарку. Там довольно-таки сложная ситуация. Там рядом идет оптиковолоконный кабель телефонный. Поэтому пока раскопались, сделали. Вроде сделали. Все запустили ночью. Перелом дальше. Инженерные сети микрорайона, по словам Сергея Усольцева, изношены практически полностью. К примеру, той же лопнувшей трубе пошел седьмой десяток. Чугун не выдерживает даже малейших изменений погоды. Сейчас над устранением аварии, уверяет директор водоканала, работают две бригады. В колодцы работники должны поставить так называемую рассекающую задвижку. Ситуация с подачей воды должна решиться к вечеру. Какая бы там ни была авария, задвижку мы установим. И гарантированно 100%, что часть рудника, причем большая часть, ну не половина, будет с водой точно. Решить должны проблему с дорогами. Как рассказал Сергей Усольцев, в скором времени будет заключен договор о расчистке с одной из дорожных фирм города.